В эфире новости на 9 канале, в студии Игорь Богатырев. Здравствуйте. Старый Оскол стал безопасным местом для сотен шебекинцев. Транспорт, питание и проживание на территории одной из загородных баз полностью бесплатные. Для тех, кто вынужденно покинул родной дом, местные власти организуют культурную программу. Экскурсии, походы в зоопарк, концерты. Размещение гостей из Шебекина на личном контроле главы Старооскольской администрации. Смотрите наш специальный репортаж. Анна Лысова из Шебекина ждет второго ребенка. Старооскол уехала вместе с дочкой, мамой и бабушкой. Мужская половина семьи осталась на хозяйстве. Было страшно. Мама готовила кушать. И ей позвонила бабушка и сказала, что взорвали. И мы испугались и побежали в подвал. Обстановка, конечно, была ужасная. Особенно четыре дня назад, что центр взорвали. Мы там рядышком очень живем. Улица Попова у нас, ЖД-переезд. В подвал с дочкой прятались. Условия, конечно, взрывы, бахи. Страшно было очень. Все летело, все бахало. В общем, не передать. А когда помрожать? Через месяц и две недели. Я взяла все с собой вещи. Все взяла в больницу. Все, ну, как бы, мало ли что. Может быть, раньше вдруг приспичит, придется. Поэтому все взяла с собой. Со слезами вспоминает ту страшную субботу и Наталья Пучок из Новой Товолжанки. Возле ее дома едва не рванула газовая подстанция. Рынок наш обстреляли печально. А когда приехали домой, уже вечером начался обстрел нашего района. Рядом с нами газовая подстанция. Ее разбили. Было очень страшно. Пламя это был сильный. Мы открыли окна. Так все шумело. Было очень страшно просто. И, наверное, да, так было больше получаса. То есть мы получаса. Ну, было страшно. Нам просто нужно было хотя бы уехать даже в эту ночь. Все равно бы мы не ночевали дома. Именно от пережитого страха. А в центре города разрушения вы видели? Да. Мы когда ехали, мы проезжали. Это был какой-то как фильм ужасовый. Сидеть без дела Наталья не привыкла. Попросилась помогать на кухню. Говорит, так проще отвлечься от тревожных мыслей. Все очень хорошо. Честно. Даже вот мы не ожидали. Мы ехали, а нам там след писали. Да вас там поселят в палатке где-нибудь. А на самом деле мы приехали, мы даже удивились, что у нас привезла очень хорошая и атмосфера здесь хорошая, и питание, и проживание. И то, что у нас даже восемь человек в комнате, это не... Ну, наоборот, у нас как-то две семьи. Мы сблизились. Потрудились сегодня, пришли в столовой. Вычистили овощи, крышили. И вот на завтрашний день подготавливали всю продукцию. Вот только вышли со столовой. Все очень здорово. И даже очень приятно. И мы говорим спасибо, что мы смогли хоть какую-то липту внести. Потому что очень сложно поварам. Нас очень много приехало. Для тех, кто вынужденно покинул свои дома, организовано трехразовое питание. Для детей еще и полдник. Отдельный стол для аллергиков. Сегодня у нас в меню вкусный, наваристый борщ с мясом. Салат оливье, тоже с мясом свининой. Лепешка диетическая в виде выпечки. И гречневая каша с тушеным мясом. Надеюсь, что все будут довольны. Напиток из свежих яблок. У кого-то аллергия, у кого-то ребенок, допустим, не ест картошку, либо не ест овощи. То есть подошла мама, попросила, чтобы мы сварили ребенку макароны. Потому что ребенок кушает макароны. Но мы же не можем сделать так, чтобы он остался голодным. Конечно, мы это сделаем. Нам не проблематично. Мы хотим сделать все, чтобы люди были довольны. Кормят прекрасно девочки. Готовят вкусно. Никто нас ничего не ущемляет. Хотите, идите, мойтесь. Душек есть. Ольга Николаевна в Шибикино переехала 9 лет назад с Крайнего Севера. Уроженка Украины влюбилась в Белгородщину с первого взгляда. И сегодня вместе со всеми остро переживает за судьбу края, ставшего родным. С Донецкой области. Ну, это я в 73-м году оттуда уехала, на Крайний Север. Так что я россиянкой себя считаю. Когда стреляли страж, мы как раз ехали мимо рынка и мимо вот этого здания. И вот там вот это остров, здание. Все стекло. В тех стеклах побили, но те хотя бы остались. А это просто вот один остров и все. Больше ничего нет. Ни одного стекла, ничего нет. Очень страшно. Вот это нас, наверное, и побило уехать. Что взяли с собой? Ну, самое необходимое. Халат, сорочку ночную, тапочки, переодеться, щетку, зубную пасту и все. Ну, сейчас у вас, смотрите, 140,80 давления. Нормально. Несмотря на радушный прием, справиться со стрессом не так-то просто. Прийти в себя помогают старооскольские медики. Для этого есть все необходимое – от экстренной помощи до бесплатных лекарств. С какими обращались уже к вам и заболеваниями? Ну, в основном, конечно, это гипертоническая болезнь, потому что все пациенты, они, к сожалению, в состоянии стресса находятся. Основной сегодня у нас был поток пациентов с повышенным давлением. И пациенты с хроническими заболеваниями, с заболеванием сердца в основном, стараемся их обеспечить хотя бы на определенное время, не на один день, а на некоторое время, теми, например, гипотензивными или сердечно-сосудистыми препаратами. На месте управления образования для детей будет организовано обучение. Мы предлагаем им места для зачисления в детских садах, в школах уже по итогу, да, мониторинга и запроса родителей. Мы будем стараться организовать подвоз для деток, либо уже будем здесь организовать им какое-то место, да, помещение для дистанционного обучения. На сегодня школьного возраста 33 ребенка и 10 детей, которые подлежат именно дошкольнике. Пока мы снимали репортаж, на базу прибыл еще один автобус из села Муром. Остановка такая напряженная. Напряженная, да. Вчера сюда приезжал Вячеслав Владимирович Гладков, наш губернатор, посмотрел, как размещают. Вот, соответственно, уже было принято решение вместе с вашим главой, с Владимиром Николаевичем Ждановым, что вас сюда привезти для временного размещения. Ну, по срокам посмотрим, как оно там будет, ситуация развиваться. Здесь, во всяком случае, вам рады, поэтому чувствуйте себя, да, понимая, что как дома не получится, но хоть как-то скоротать вот эти дни, я думаю, что здесь у вас будет такая возможность. Глава администрации села Муром Галина Руденко приехала вместе с земляками осмотреть условия пребывания и осталась ими довольна. Как настрой у муромцев вообще? Боевой. У нас муромцы стойкие люди. Установка довольно-таки напряженная. Вот, жители по возможности стараемся уговорить отселиться, поскольку, ну, все-таки, ввиду последних событий, наверное, на территории находиться небезопасно. Уговариваем, ходим от дома к дому, упрашиваем либо к родственникам, либо вот в ПВР куда-то, ну, стараемся уговорить всячески. Сколько населения Мурома? 1300. Сколько из них согласились уже выехать временно? Ну, более, наверное, 60-70%. Глава Старооскольской администрации Андрей Чесноков гостей из Шибекина навещает ежедневно. Мы располагаем возможностью принять от тысячи до двух тысяч человек, опять же, если такая необходимость и потребность возникнет. Тем, кто сюда прибывает, размещение здесь бесплатно, расходы на себя берет правительство области. Поэтому здесь волноваться и переживать тем, кто к нам приезжает, не стоит. Анна Семенова, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал.